Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Скрипа. Сегодня мы будем разбирать батарейку, но не обычную батарейку, потому что, я думаю, прекрасно все знают, как она играется на четырёх аккордах, а альтернативную версию, которую я придумала сама, которую попросили вы, и именно для тех, кто просил разбор на нашу версию, я его и делаю. Если вы не знакомы с нашей версией, обязательно посмотрите по ссылке здесь или в описании, вдруг она вам понравится и вы захотите научиться её играть. Именно этим я здесь и буду заниматься, объяснять, как играть эту версию песни. Такие дела, погнали! Нас на канале уже более 150 тысяч, и все мы абсолютно разные люди. Но есть одна вещь, которая объединяет нас всех, и это любовь к музыке. Всем нам нравится слушать музыку в наушниках, нам нравится исполнять её, но ничто не идёт ни в какое сравнение с тем, насколько нам нравится слушать наших любимых исполнителей вживую. Ну а для этого нужно попасть на концерт, предварительно купив билеты, желательно не выходя из дома, и, конечно же, на надёжной платформе. Именно такую мы вам сейчас и порекомендуем. Компания Ticketland.ru – крупнейший билетный оператор России в сегменте живых развлечений. Спектакли, концерты, мюзиклы, фестивали, классическая музыка, спорт, а также любые мероприятия для детей. Компания является точкой входа для зрителей при выборе билетов на развлекательные мероприятия и предлагает билеты на любые места и даты, а также делает персонализированные рекомендации пользователям, ориентируясь на их интересы. Но что самое главное, на билеты нет абсолютно никакой наценки, то есть покупаете их за реальную стоимость. Так что переходите по ссылке в описании и отрывайтесь на своих любимых концертах. Видео создано при поддержке студии звукозаписи Arcus Records. Вы хотели сделать из этой песни тлен, поэтому опустили на полтора тона ниже стандарта, чтобы всё было чётенько. Надеюсь, у нас это получилось. Но я всё-таки объясню в стандарте, потому что далеко не каждый будет перестраивать ради одной песни гитару на полтора тона вниз. И вообще недалеко каждая гитара может звучать на полтора тона ниже стандарта. Поэтому давайте уже перейдём к разбору и будем учиться её играть. Итак, как мы все знаем, батарейка играется на четырёх аккордах. Именно на этих четырёх аккордах базируется наша аранжировка. Итак, как первая гитара играет вступление. По сути, мы двигаемся только по басовой струне. Зажимаем четвёртую и третью струну на четвёртом ладу, и вторая у нас открытая. И бас меняется. Пятая на втором ладу, пятая открытая. И на шестой струне третий и второй лад. Зажимаем пятую струну на втором ладу. Играем пятая, четвёртая, третья, вторая, третья, четвёртая. Потом пятая открытая. Играем пятая, четвёртая, вторая, третья, четвёртая, третья. То есть у нас ритм неровный. То есть мы не играем там. Играем. И повторяем то же самое, только уже с шестой струной, третий, второй лад. И так играется два квадрата вступления. И затем у нас начинается куплет. Где мы меняем перебор. Играется он так. Во-первых, когда вы так играете, очень удобно петь. Потому что если вы будете играть так же, как вступление, то вам будет неудобно петь. Это вот сто процентов. Поэтому играем. Опять же, бас. Четвёртая, третья, вторая, третья, четвёртая. Меняется ритм только. Холодный ветер с дождём усилился стократно. Всё говорит об одном, что нет пути обратно. И так далее. Весь куплет, первая гитара играет так. Далее проигрыш. Ничего мы здесь особенно не придумали. То есть, остаётся всё то же самое, только мы играем это чёсом. Получается. То есть, приглушаем, можно сказать, так левой рукой. Этот чёс, этот проигрыш мы играем на шестой, пятой, четвёртой и третьей струне То есть вторую и первую мы не играем Естественно, на аккордах от пятой струны мы не играем шестую струну То есть мы её приглушаем как хотите Либо вы её не играете, либо приглушаете пальцем Но очень многих это раздражает, когда вот этот вот палец немножечко заглушает шестую струну Смотрите сами, можете указательным пальцем приглушать, как хотите И естественно, когда мы переходим на шестую струну, мы глушим пятую струну И получается вниз, вверх, вниз, вверх То есть мы ничего тут не изобретаем, никакого определённого боя здесь нет, просто вниз, вверх Так далее И переходим во второй куплет Тут мы тоже ничего не изобретаем, играем то же самое Единственное, что тут, конечно же, меняется бой Приглушаем струны Правой рукой То есть вот эту вот остановку при часе, мы её просто по открытым струнам А всё остальное по приглушённым ударами вниз То есть мы не оставляем болтаться, чтобы она болталась до следующего удара Мы сразу её И далее у нас идёт проигрыш Который, по сути, в оригинале появится О-йо-йо-йо У нас просто проигрыш И мы играем его на четырёх аккордах На тех же самых, о которых вначале я говорила И играется он так Тоже получается Та-та-та-та-та-та-там Та-та-та-та-та-там Та-та-та-та-та-та-там Та-та-та-та-та-там А вот этот вот сильный удар Делаем ударом вверх И немножечко приглушаем И далее у нас идёт третий куплет Где я придумала партию, которую играю пальцами Для начала Зажимаем аккорд HM И играем В конце мы играем открытую первую струну Именно тогда, когда мы переходим с аккорда HM на аккорд А На аккорде А играем так Идёт небольшая остановка До начала такта Переходим на аккорд Соль Здесь зажимаем на второй струне третий лад Далее опять зажимаем HM Но при этом мы играем не пятую струну, а шестую Потому что у нас конечный аккорд фа диез мажор То есть у нас басовая струна должна быть фа диез Второй круг играем точно такой же То есть нам не нужно с HM переставлять на HM Мы просто играем пятую струну И третий квадрат немного отличается Первый аккорд играем так же Переходим на А Ля мажор Играем здесь уже по-другому Здесь опять же переходим на Соль Мажор Но при этом зажимаем первую струну на втором ладу И играем так Зажимаем фа диез мажор Играем так И полностью третий квадрат звучит так И переходим в первый вариант То есть так же, как мы играли первый и второй квадрат И в конце аккорд Вниз-вверх-вниз Остановка Играем так же, как мы играли первый и второй квадрат Там идут завывания, типа, а-а-а, вот эти вот все дела, и тут вы играете просто обычные аккорды. Вторая гитара, она вообще очень легкая, и она идет как дополнение к основной гитаре. Во вступлении на втором квадрате вступает вторая гитара и доигрывает весь куплет. Играет она очень просто. И так далее. Весь куплет она так играет. Пользуемся только третьей, второй и первой струной. Играем. Небольшой такой переборчик. Здесь немножко со сбитым ритмом, и из-за этого кажется, что гитары друг друга не попадают. В проигрыше она играет еще легче. Если вы помните, что играет первая гитара в куплете, то вторая гитара в проигрыше, она играет то же самое, что играет первая гитара во втором куплете. Только на двух струнах. Я особо не изобретательная, поэтому... В куплете вторая гитара играет вообще очень гениальную вещь. Мы играем квинт-аккорд. И ждем целый квадрат. И на втором квадрате мы играем вещь еще более гениальную. Тот же квинт-аккорд, без шестой струны, только с открытыми верхними струнами, высокими. И потом мы просто вступаем в проигрыш. И во второй части куплета гитара начинает играть что-то более интересное. Играйте так. До конца куплет. Зажимаем вторую и третью струну на третьем и четвертом ладу. Играем шестнадцатый раз ударами вниз. Затем меняем аккорд. Играем восемь ударов вниз. Затем меняем и снова восемь ударов. И до конца куплета. Далее начинается батарейка. А там играется так. Два раза. Это играем. И переходит у нас в спокойная часть куплета, где первая гитара играет пальцами. И во второй части третьего куплета начинает играть вторая гитара. Играет она так. И далее уже играем те же самые четыре аккорда. Теперь вы умеете играть нашу версию батарейки для разнообразия, скажем так. Если вы уже выучили нашу версию и сыграли ее друзьям в компании, обязательно скажите, напишите в комментариях, как они отреагировали, либо они, может быть, придерживаются традиционной версии батарейки. Поставьте лайк обязательно, подпишитесь на канал и заглядывайте к нам почаще. Нам вас так не хватает, друзья. Всем пока.